Продолжаем работать на картошке. Это уже получается третий ролик у меня. Здесь мы уже подходим к концу. Вот такая площадь уже выкопана. Примерно где-то около 20 соток. Тут у нас этот огород. Он такой как бы немножко кривой весь такой. Нету ни прямоугольности, ни квадратности. Где это написано? Деяния 4.12. Ага, отлично. Так, брат, ты что-то припоминаешь? Места Писания какие-нибудь? О священстве, например. Ну, Малахия говорит о священстве. Ну, процитирую, если помнишь. Вторая глава Малахия. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не покаетесь, если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Слава Ову, то я пошлю на вас проклятие. И прокляну ваши благословения, и уже проклинаю. Потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот, я отниму от вас плечо, и помет, раскидая на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. Вот такое жесткое. Оказывается, может быть, благословение проклятие. Да, аминь, так и есть. Так, ну, у нас сегодня вот так вот идем. Кто молится, кто с местаописания, видимо, вспоминает про себя. Брат Сергей, что, помнишь, что? Сергей, я-то, Анна. 3.16, скажи-ка. 3.16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вид вечный». Это, как говорят, миниатюре Библии процитировано. Иван говорит, Иван 3.36. Николай, помнишь что? Какое-то место из Библии. Заучил вообще с нами? Нет, не заучил. А, не заучил. Но ты позже, видимо, подошел, да? Вот когда Вячеслав заучивали местаописания. Ну, я не заучил. А, ты не заучил, да? «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, крутость, воздержание. На таковых нет закона». Габатор 5.22-23, по-моему. Ого, молодец. Не все так просто. Вот этот стих-то, который, может, кто-то помнит, но такой там, начало. Там глубина, широта, долгота, ширина. А что нас отлучит от Любви Божьей? Ну, да, 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 по этому. Ну, это тяжелый стих. Ну, не тяжелый, он пространный, его надо вот заниматься над ним. Ну, да, потрудиться, чтобы заучить. Это очень такие... Вникнуть в него. Да. Иисус Новин 1.8, да? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Страх Господень, слава и честь, и венец радости, долгоденствия и... Работы? Нет. Так. Все места Писания-то вспомнили. А я уже хотел сказать брату вымыслы человеческие ненавидности. То есть он прибавил места Писания, а я там, оказывается, это к Виталию. Понятно. Да, закон твой любимый. Просто дабы, Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Дабы, Господень, хорошие такие слова. Да еще бы. Мы с тобой какую главу недавно прочитали-то? Поучительную. Премудрость Соломона. Да. Вторую главу. Неправоумствующие говорили сами в себе. Те, которые себя атеистами называют. Ну, за десятиру потом я могу еще. Ну, давай, повторяй. Потому что я сейчас к Инатьеву еще подойду. А, ну да, сначала иди к нему, потом я. Потом, да. Спрошу, какие. Игнать Ильич, каковы ваши размышления во время работы? Я вот братья спросил, места Писания разные назвали. Что, они не разговаривают еще? Да, какие ваши размышления во время работы? На работе? Да. На работе надо, не разговаривать? Нет, я говорю, размышления в голове какие у вас? Размышления сейчас на их поскорее бы окончить. Ага. Надвигаются тучи. Все, понял. И может быть сырое. И думаю, если покажет мороз, мы многое потеряем. Поэтому сидеть некогда. Все понятно. Все молюсь, дай Господи сил. Закончить. Потому что водка, это день и год кормят. Ну давай, Виталий, что там еще? Только работай, конечно. Малахия. Третья глава пророка Малахии. Со дней отцов ваших вы отступили от усталов моих и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как к нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Вы скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня. Не открою ли я для вас отверстий небесных. И не залью ли я на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными будут вас называть все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Что интересно, один мужчина к нам не расположен, он ставит нам вот это место описания десяти в это. Вот видите, говорится, не пожирателям запрещу, а у вас колорадский жук картошку съедает. То есть, как говорится, как бы нам в пику так еще. То есть я не соблюдаю, а ты тоже не сочетаю. И у вас тоже она вроде не сочетается. Ну ладно, слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вот мы уже подходим к концу. До конца докопали картошку. Вот, а сейчас все собирают. Там остатки, вон два брата еще выковыривают. Я тоже сейчас выковырил картошку из нее сделаю. А остальные собирают ведра, мешки. Вот я сейчас в моноблоке буду подъезжать. И собирать эти мешки. Ну да, их в этом году хватает. Полуды собираем. А ребята, хлопнули. Где мелкая, мы привязываем траву разную, чтобы сразу видно было. Вот как делать, я видел. Высыпает Оля, она проворная такая. Это точно. Навыки есть. Опыт. Вот Вячеслав работает. Я не пойму, ваша это, ваша? Ваша. Ну да. Так, вон еще, одно ведро, там мелочь набито. Вон, наверное, осталось. Я принесу его сейчас сюда. А вон пустые еще есть. Все надо. Не трошь, не трошь, а я его мешок. Вон мешки, любой возьми. Вот, видишь, какое большое. Да, 15-литровое. Все, держи, сейчас я мешок возьми. Все, вперед движемся. Давай, выступает. Смотри, как она легко выступает. Ребята, куда вы столько грузите? А где мои завязки-то? Где это ведро-то? Ну-ка, посмотри, там где-то ведро такое. Оно с завязками и с ножом. Сейчас я его травой подложу, чтобы легко можно было поедать. Вот теперь я привяжу вот эту. Это означает мелочь. Мелкоенько отдельно варим, руками чистим, а потом толкем и каши. Когда кормил кошек, собак, очень хорошо. Вот оно. Сразу видать. Ладно, без рукавичек я не буду. Кошариков говорил, на фронт не пойду. А если бы были белые, он бы сказал, что с красными воевал. Да, да, да. А они, видишь, как они? Ребята-то идут, я не посмотрел. А завязками завязываю я вот нарезал. Крупные которые. По три ведра. Молокольные. Наш отец носил кули. Одной рукой. Шесть. Я не знаю, были по семь или нет. Но куль вполне могло быть семь ведер. Я помню, учился я уже в девятом классе. Учился это поднимать. Такая книжка была, как работать с тяжестями. Вот так вот берешь мешок. Вот так вот. Вот куда вот он. Потом этот ход поднимаешь, его на ногу становится просто на колено. А потом, ну, я руками раз, и он тебя уже на плеще. То есть с переходом так. Ну, сейчас я это не сделаю. У меня после операции позвоночник никакой. Ну, я хожу. Благодарение Богу. Так, мы с Олей. С Олей легко работать. Молчим. Быстрее, быстрее. А где же мои рукавички-то? Вот они. Вот, бросай эту рукавичку. Вот, посмотри. Какая рукавичка. Сколько здесь всего? Это мои рукавички. Я их ношу уже не знаю сколько лет. И все нормально. А другой богатый там. А у него ничего нету. Он изнывает от тоски. А мы, сколько нас здесь? Семь человек. Куда ни глянем, все мое родное. Не колхозное. А ты посмотри. Вот отсюда желтизна какая. Вот золотая осень. Вот именно вот эти вот. Вот. Которые. Мининый огород. А тополя-то какие. Красота-то какая. Вообще. Это вот усадьба была бы. Романа Малыша. Это от его строения. И вот так идем в его строение. И маленько поближе сюда. Это мне кажется туалет даже был здесь. Да, там туалет. А что, не разобрались с него? Ну, видимо, да. А? Да, видимо. Ну да, но до туалета это его огород вот так вниз был. Вот там. Ну, он уехал. Он здесь много солому завозил. Потом переработал. Да, да, да. Сатана насмеялся за человеком. Стал обвинять всех. Патриарх, еретик. Путин не на месте стоит. Земля эта не русская. И она, конечно, плоская у него. И дальше завертел. Батюшка никакой. Неделю назад причащался. Паспорт сжег. Гражданство не принимают. То есть все законы потоптал в один день. Ничего было делать дальше. А приняли-то мы. Полностью вышел из-под контроля. Полностью. И стал делать то, делать, что даже мысленно нельзя. Боялись и все. А мы должны заботиться о своем доме. Да. Хороший, трудолюбивый. Мы с ним работали все время. Везде. Куда бы ни пошел. На машине. Деревья. Пилить. Залезьте. Везде вон. Как вот подменили в один день. Где-то у нас люди сейчас потеряют. Как один день как будто его подменили. Совершенно нормальный человек. Работал. Улыбался. В один день скольчужился. Вот так вот смотрит зверем каким-то. Что это означает? Небодрствование. Избавить от лукавого не получилось. Не избавил Господь. А за что? Главный грех здесь, конечно, безделие. Они куда не глянут. Пустота. Ни одна душа не пришла вместе. Сколько собираются они за 20-30 лет. Ни одна душа не обратилась. И когда она видит новые души, это все новые люди пришли. Вчера мы к одному из них пришли. 10 человек. И там такое бешенство было. Крик. Они не терпят этих людей. Эти люди совершенно другие. Другое ДНК у них. Почему? Потому что истинное семя – это когда от Христа рождается человек. Это по семье не определяется. А какое тут рождение? Верующему надо помнить о дне судном. Помни, во век не согрешишь. Тут полное забвение. А друг друга поддерживает в злодействии. Ну а чем тогда отличается это от безбожества? А в рамках вам какой вред? Никакого. Это венок спитает. Велика ваша награда на небесах. Матфея 5 глава 9-11 стихи. Бог обещает. Когда душа обращается, какая на небе радость об одном человеке. У них это и нет. Нет. За сотни лет ни одного человека не было. Чтобы он от благовестия, от миссионерской работы, ни одного. Как это так? Даже говорит страшно. А что делать? Ничего не делать. Но это взирать, во-первых, на покущение Божие. Даже для нашего дела. Мы делаем дело Божие. Они ничего не могут сделать. Ну а крещит, говорит, это какая власть советская-то скручивала. Ушла. Преследовала таких людей. А ничего не получилось. Они изгинули, а люди те живы. Ну ладно. Слава Богу за все. Валерий. Слава Богу за все.